Музей Торума Вороний день. В 2011 году был принят закон округа, который установил День коренных молчащих народов Севера Вороньим днем и отмечается вторую субботу апреля. И поэтому у нас немного получилось таким образом, что 7 апреля в традиции остался День Вороний. И праздник округа, как в статусе уже регионального праздника, еще и вторую субботу апреля. Вороний день – древнейший праздник северных народов. О нем ходят легенды. Говорят, что раньше торжество длилось не один день. Ханты и Манси на священных местах готовили пищу на костре, молились духом и делали своими руками гнезда из веток для священной вороны. Надо в этот день сварить саламат, скажем, и в вороне там духом поставить в деревнях. Они друг к другу в гости ходили, там угощали друг друга. А мы на стойпище жили одни, когда бабушка вот. Мы как бы сами себя угощали. Обо всех легендах, которые ходят о самой вороне, рассказать невозможно. Эта птица была предвестником смерти у многих народов, но не у коренных. Для ханты и Манси ворона – птица, несущая на своем хвосте весну и жизнь. И даже считается покровительницей матерей и младенцев. Ворона считали, наши предки считали, доброй птичкой, в отличие от холея. Ворона говорит, пока я улетаю, пусть больше деточек народится. Радовались ее прилету, потому что уже зимы не будет, уже тепло. И она с такими добрыми пожеланиями улетает. Понятно, что это ворона. Можно у вас отцепление взять? В Воронии сегодня рады все народы Севера – и взрослые, и дети. Уже в эту субботу Вороний день пройдет в музее Турума, где гостей ждут мастер-классы, традиционные спортивные игры и, конечно, угощения. Не забывайте и про окружной праздник коренных малочисленных народов Севера – Вороний день, который состоится в Ханты-Мансийске 14 апреля в парке имени Бориса Лосева.